Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем наш репортаж с Полтавской Аграрной Академии. И мы сейчас пойдем в гости к проректору Горб Олегу Александровичу и узнаем, какие в них сейчас новинки и какие интересные идеи есть для наших проректоров. Погнали! Здравствуйте, ректор! Здравствуйте! Примите? Конечно! Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Олег Александрович, расскажите в двух словах, какие у вас есть программы, интересные для наших аграриев, потому что нас смотрят в основном аграрии, и канал этот преимущественный для аграриев, и многие владельцы предприятий. Подскажите, какие у вас дополнительные услуги есть интересные, что можете предложить Аграрная Академия по обучению людей? Значит, на русском, да? Наша Полтавская Государственная Аграрная Академия уже три года принимает участие в таком уникальном проекте, который не делают другие вузы аграрные и другие вузы не аграрные в Полтавской области. Это параллельный европейский диплом, так называемый. То есть, любой человек, который обучается у нас на любом факультете в нашей Аграрной Академии, он параллельно поступает на обучение в Польский университет бизнеса в городе Домбровая Гурнича, недалеко от Катовец. И не отрываясь от основного обучения в Аграрной Академии, он через три года получит диплом по менеджменту, тот, который будет котироваться в 27 странах Евросоюза. Обучение будет происходить украинской умовою, но по польским внутреннему содержанию предметов. То есть, наши преподаватели, они прошли аккредитацию в польском вузе, и теперь по одному единственному направлению, это менеджмент организации, потому что оно является таким универсальным направлением, да, оно подходит и к агроному, и к механику, и к ТВПТшнику, и к зоотехнику, и к ветеринару. Они при нашем дипломе, получаемом на основном факультете, получают второй диплом менеджмент организации, польский диплом. Все это происходит в течение 15 дней раз в сессию, то есть раз в полгода, 15 дней мы их собираем всех вместе и читаем предметы польские, украинскую умовую на нашей базе. И только таким образом мы выполняем 90% учебного плана польского вуза. И только 10% учебного плана, то есть дисциплин, которые положено вычитать полякам для получения диплома, мы их организованной группой в июне месяце раз в год вывозим на неделю в польский вуз. Они там слушают оставшиеся 10% предметов, и через три года они пишут дипломы, опять же, украинскую умовую, переводят там маленький автореферат на 15-20 страниц на польский язык. Приезжают поляки, и у нас происходит защита этого диплома на нашей территории. Значит, чем отличается украинский диплом от польского диплома? Первый это то, что любой украинский диплом, золотой, серебряный, красный, с отличием, он подлежит нострификации в любой стране Евросоюза и в любой стране мира. Что такое нострификация? Это надо сначала пройти в министерство с сертификатом о том, что ты знаешь иностранный язык той страны, в которой ты собираешься трудоустроиться, на уровень B2. То есть в Дании датский, в Норвегии норвежский, в Германии немецкий и так далее. Не английский, как универсальный. После того, как ты покажешь, что ты знаешь на уровень B2 этот язык, тебе надо сдать еще 6 экзаменов в министерстве для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. Поэтому, если человек приезжает и хочет устроиться, например, инженер-механик, который с закрытыми глазами разбирает двигатели внутреннего сграния, его бы и взял голландец или датчанин, но у него нет сертификации, нострификации диплома, его не берут. Когда он показывает польский диплом, маленький менеджера, или румынский, или венгерский, у них взаимовызнание о дипломе всех 27 стран Евросоюза, тогда человек принимается на работу как менеджер, работает по тому фаху, який внутримов по первому образованию. Подскажите, я правильно ли понимаю, это второе образование параллельно? Это параллельно, да, два диплома. В одно и то же время два диплома подписаны разными ректорами. Это не двойной диплом, как некоторые путают, двойной диплом это когда один диплом два ректора подписывают. То есть это узгод, же не планы. А так они выполняют учебный план наш, украинский, получают наш диплом, и выполняют учебный план польский, получают польский диплом. И на выходе получают два диплома, как универсальный солдат. Вот тебе булочка с изюмом, вот тебе булочка без изюма. Подскажите, сколько длится такое обучение? Три года, шесть сессий по 15 дней. Кто может быть студентами? Это только студенты АРНа университета, или они отдельно могут учиться? Значит, студентами могут быть либо студенты нашего университета, которые учатся на основной форме обучения, либо люди, которые уже, может быть, и имеют какое-то высшее образование другого вуза. Тогда мы их берем на другую высшую освиту, на курсы по менеджменту, и таким образом они являются привязанными к нашей аграрной академии, и они могут участвовать в этом параллельном дипломе. То есть это могут быть и студенты других вузов сейчас, обучающихся в педуниверситете, в медуниверситете, еще где-нибудь. Они опять же приходят к нам на другую высшую освиту, мы их привязываем как студента, и выдаем возможность поучаствовать в параллельном дипломе. Кроме того, еще уникальной возможностью есть то, что 11-ти классники, которые не сдали ЗНО, они могут быть студентами через год нашего университета, вот через такой треугольничек. То есть они вначале поступают в польский вуз, учатся в польском вузе, но на самом деле они находятся на территории аграрной академии 2 сессии в год, 15 дней в ноябре, 15 дней в апреле. Едут в июне месяце на 7 дней в Польшу, там берут академическую справку о том, что они закончили первый курс польского вуза, приезжают к нам, и мы их даем им сдать академическую разницу, и поновляемо в число студентов другого курса факультета менеджмента, как таких, которых ликвидировали академическую разницу. То есть это шанс для тех детей из села, которые не сдали по каким-то причинам ЗНО или не добрали какие-то баллы по ЗНО, и им не надо год ждать для того, чтобы еще раз играть в спортлото по ЗНО, они могут, не втрачаючи час, рік своего життя, уже стати студентом и точнее отримать два диплома одночасно. Понятно. Подскажите, сколько стоит такое обучение? Значит, все познается в сравнении, поэтому скажу так, что если бы человек учился в Польше и получал бы такой диплом на стационарной форме обучения в Польше, три года обучения, ему бы обошлось где-то в 13,5 тысяч евро. У нас это обходится в 7 раз по 300 евро. То есть 7 платежей по 300 евро за три года. В общей сложности это 2100 евро за три года обучения. А есть ли там какая-то помесячная или по квартальной? По квартальной оплаты вот 300 евро раз в полгода. Раз в полгода по 300 евро? Да. И участниками могут стать, я правильно ли понял, это могут быть выпускники школ, это выпускники... Я вам сейчас перечислю все целевые группы. Первая целевая группа, она и была создана, это вся программа для тех, которые не сдали ЗНО, поэтому у нас на вот таких вот рекламных моментах есть здесь написан сайт беззно.ком.юэй. И здесь есть все номера телефонов, это мои номера телефонов, по которым вы можете позвонить или там родители могут позвонить и как бы задать свои вопросы наводящие. На сайте вы можете прочитать всю эту информацию, которую я вам рассказал, только в печатном виде. Значит, первая целевая группа, это дети 11-классники, выпускники, которые не сдали ЗНО или не добрали ЗНО. Вторая группа, это те люди, которые уже сейчас являются студентами либо нашей академии, либо любого другого высшего учебного заведения Украины. Третья целевая группа, это студенты колледжей и техникумов, которые после 9-го класса поступали для того, чтобы не сдавать ЗНО в колледже техникум, через 2 года они уже имеют аттестаты, додаток до аттестата в их делах личных. Вот они буквально на полчаса должны взять эти аттестаты, додаток до аттестата, сделать сканированную копию, нам прислать, и они могут параллельно обучаться еще на 3-4 курсе, обучаясь в колледжах и техникумах, закончить первый-второй курс польского университета. То есть еще один год, и они уже готовые бакалавры. При условии, что они заканчивают украинский колледж, они еще 2 года после окончания колледжа должны учиться у нас на 3-4 курсе до получения диплома бакалавра. Все было бы неплохо, если бы в этом году не вводилось ЗНО после второго курса. Кто не сдал ЗНО, тот не может идти в высшее учебное заведение 3-4 уровня аккредитации, то есть у университета и в колледже. Таким образом, для тех детей, которые в колледже не сдадут ЗНО на достаточный уровень, это тоже как бы один из путей, как получить диплом бакалавра по выбранной специальности. Четвертая группа – это люди, которые, может, уже имеют даже 2 высших образования, но они хотят получить именно образование европейского образца, те, которые видят себя, может быть, не в Украине, а где-то трудоустройство свое видят где-то за кордоном в Евросоюзе. Поэтому это тоже целевая группа. У меня самому взрослому студенту, это 48 лет, который решил, что ему будущее там где-то приятнее, чем здесь. Еще раз скажите, сайт как? Сайт называется bezzno.com.ua Как по мне, это полезно, это интересно, я думаю, полезно для многих. Ну, это подходит и для молодежи, и для нашего с вами возраста людей, и для тех, которые… Еще один плюс – человек, который обучается на этом параллельном дипломе, он может заработать свои эти 300 евро раз в полгода, выехав на практику в Польшу. Это мы тоже можем организовать по этому проекту, но только добровольно, если кто-то хочет. И он может 300 евро заработать за один месяц, работая в Польше на любых специальностях. То есть это могут быть не только сельхознаправления, это могут быть интернет-склады. У нас есть хороший контракт со всеми корейскими производителями в Польше, где тоже бесплатное проживание, питание, конечно, за свой счет. Но чистыми в месяц люди, даже девочки, они получают 300 евро в месяц за 21 день работы по 8 часов в день. То есть это не переутруждаясь, за один месяц человек, дытына сама, может себе заработать на свое обучение. Поэтому это тоже немаловажно, потому что где взять 300 евро в сельской местности. Их надо взять только для поступления, а дальше она сама на себя заработает. Понял. Спасибо. Очень полезного вам. Спасибо вам, что поинтересовались.